Всех приветствую! Сейчас я попробую показать один несложный способ заработка. Мы будем покупать товар на русском сайте за 2 доллара, продавать уже далеко за рубежом на тайском сайте за 4,2 доллара. И все довольно просто, но есть один существенный недостаток. На русском сайте товар постоянно заканчивается, и приходится все время сидеть и ждать, когда он появится. Поэтому сразу скажу, что способ подойдет далеко не каждому. Если у вас есть время периодически заходить на сайт, проверять появился ли товар, тогда можете смотреть видео, пробовать. А если времени у вас нет или просто не хочется постоянно мониторить сайт, тогда, к сожалению, этот метод вам не подойдет. А сейчас постараюсь более подробно показать, как все это происходит. Для начала нам понадобится кошелек, куда мы будем получать деньги. Подойдет любая банковская карта, виза, мастеркард, ну в принципе, я думаю, есть у каждого. Либо электронный кошелек, вебмани, пэйр, киви, пэйпэл и любой криптовалютный. То есть биткоины, эфириумы, лайткоины. Думаю, что-то из этого у вас обязательно есть. Если никакого кошелька нет, то советую получать деньги на какую-нибудь банковскую карту, можно попросить у знакомых, либо завести себе пэйр-кошелек или киви. Их очень просто использовать и легко открывать счет. Итак, с этим разобрались. Я деньги обычно получаю на пэйр-кошелек. Специально для видео я зарегистрировал новый кошелек. Его открыть очень легко, буквально там полминуты и кошелек у вас готов. А вывести потом можно тоже в любую валюту или на банковскую карту. Так, с первым пунктом разобрались. Кошелек открыли, куда будет получать деньги. Теперь необходимо купить товар. Для этого заходим на русский сайт. Как видите, здесь продаются разные скрипты. Скрипты – это движки для различных сайтов. Но помимо скриптов здесь продаются ключи. Заходим в раздел «Ключи». И сейчас товар должен быть в наличии, так как буквально пару минут назад я проверял и все было. Поэтому листаем вниз и ищем ключи «Эфириум». То есть нам нужны именно вот эти ключи. Итак, товар в наличии есть, так как написано «ограничено». Если бы товара не было, было бы все продано. Хорошо, теперь для того, чтобы купить на этом сайте товар, нужно зарегистрироваться. Нажимаем регистрацию. Вводим логин, пароль и почтовый ящик. Подтверждаем, нажимаем регистрацию. То есть все очень просто. В принципе, как и везде. Но я регистрироваться не буду, так как я уже зарегистрирован. Поэтому я просто войду. Итак, я вошел на сайт. Вы же зарегистрировались. Теперь, после того, как вы попали в свой аккаунт, вам необходимо пополнить счет. Я уже пополнил на 130 рублей, но у вас здесь будет ноль, поэтому нажимаете сюда, нажимаете «Пополнить». И здесь выбираете способ оплаты. Если у вас есть PR-кошелек и есть возможность, или есть на нем уже деньги, или есть возможность его пополнить, то пополняйте через PR. Так в самые минимальные комиссии. И все немного проще. Если PR-кошелька у вас нет, можете выбрать «Фрикасса». Вводим сумму. И здесь появляется возможность выбрать разные варианты оплаты. То есть, Сбербанк, банковскую карту можно пополнять через мобильных операторов, через Киви и Яндекс. Но иногда у них происходят здесь какие-то технические работы, и Киви и Яндекс не всегда доступны. Но, в принципе, я думаю, здесь можно найти вариант, который вам подойдет. Так, я счет уже пополнил на 130 рублей, поэтому я как пополнять не буду показывать. Я думаю, вы уже сами разберетесь. Здесь все довольно просто, как и на всех остальных сайтах. Так, идем в раздел «Ключи». После того, как счет пополнили, опять находим ключи «Эфириум», нажимаем и нажимаем «Купить товар». Отлично! Мы купили один ключ «Эфириум». После того, как приобрели товар, необходимо его продать. Для этого идем на тайский сайт. Как видите, здесь одни иероглифы. Если кому-то очень сложно, можете в браузерах Яндекс и Хром нажать правой кнопкой «Перевести на русский». Перевод, конечно, будет корявый, но, в принципе, кое-что можно будет понять. Я покажу, как все делать в оригинале. Находим предпоследнюю ссылку. Она вот так выглядит. На этой странице как бы покупают различные электронные товары. Итак, листаем немного ниже до места, где написано 135 бат. Теперь смотрите интересный момент. Здесь можно ключи «Эфириум» продавать либо поштучно, то есть заполнять вот эти поля, нажимать «Продать» и получать за него деньги. Либо можно продавать оптом сразу по 5 штук. За оптовую продажу платят чуть-чуть меньше, несущественно, но все-таки меньше. Поэтому оптовой продажей пользоваться я не советую. Единственное, что если очень спешите, не хочется поштучно продавать по одному, можно сразу заполнить все, вставить кошелек и продать. Либо бывает, что поштучная продажа не работает. Иногда такое возникает, поэтому приходится продавать оптом. Но сейчас мы будем продавать поштучно, потому что купили только один товар. Конечно, в идеале было бы купить, пока он есть побольше, но для видео покажу на примере одного. Так, находим место, где написано 135 бат. Бат – это валюта Таиланда. 135 – это как раз где-то около 4,5 долларов, минус комиссии. В итоге нам придет где-то 4,2. Так, заполняем поля. Первое поле заполнять не надо. Заполняем только там, где показаны звездочки. Сюда вписываем свой почтовый ящик. Так, второе поле номер телефона тоже можно не заполнять. Сюда вписываем ключ эфириум, который мы только что купили. Смотрите еще момент, а то вдруг кого не получится, потом будете там писать, а и все фигня. Если делать правильно, все получается. Копируем только последнюю часть. Вот эту копировать часть не нужно. Только вот сам ключ. Копируем ключ, идем на тайский, вставляем. И еще один момент, чтобы никто потом не жаловался, что не пришли деньги или еще там что-то не получилось. Смотрите, здесь в первой части это все азиатские электронные кошельки. Они нам не нужны. То есть там UnionPay, КакаоPay, это все мы этим не пользуемся. Нам интересны Visa и MasterCard. Если кто-то будет получать на банковскую карту, выбираем вот это. Я пару раз получал на банковскую карту. Платеж шел около 12 часов. Все в принципе приходит, но только вот задержки. Я обычно получаю на Payer. Ну, если у вас есть Kiwi или WebMoney, можете получать на эти электронные платежные системы. Так, в моем случае я выбираю Payer. Кстати, также если вдруг кто-то пользуется биткоинами, лайткоинами, можете получать на криптовалюту. Пробовал, тоже все приходит. Единственное, вычитается комиссия за транзакцию. И тоже нужно ждать там около от получаса до нескольких часов в зависимости от загруженности сети. Кто пользовался, тот в принципе понимает. Так, сейчас мы получаем на Payer. То есть выбираем Payer кошелек, идем в свой Payer, копируем, вставляем, нажимаем согласие и кнопку продать. Отлично. Если горит зеленым, значит оплата прошла успешно. Возвращаемся в Payer кошелек и ждем, когда нам придут деньги. Буквально в течение минуты-две должны платеж обработать и нам придут. Отлично. Как видите, нам поступает 4 доллара 18 центов. Иногда бывает чуть больше, чуть меньше, в зависимости от курсов, от комиссии. В принципе и все. Как видите, деньги пришли и это очень хорошо. Обычно с продажей проблем никаких не возникает. Единственная сложность это на русском сайте дождаться, когда появится товар и его купить. Итак, если у вас получилось заработать с помощью этого способа заработка, просьба отправить мне какую-то часть своего дохода на мой Payer кошелек. У меня нет времени постоянно сидеть на русском сайте, ждать, когда товар появится. Поэтому я решил записать это видео и выложить его в открытый доступ. Думаю, кому-то оно пригодится больше, чем мне. Ну, плюс у меня с этого тоже будет какой-то дополнительный доход. Если вы знаете какие-то другие сайты, где можно товар купить, либо где можно его продать по более выгодной цене, пишите об этом в комментариях. Я думаю, многие будут вам благодарны. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите об этом в комментариях, либо пишите мне на электронную почту все ссылки, номер кошелька для перевода благодарностей и почтовый ящик свой я оставлю в описании под видео. Ну и на этом все. Надеюсь, все было понятно. Если что, не судите строго. Записывал первый раз. Ну, поэтому, в принципе, как получилось, так получилось. Все. Спасибо за просмотр и всем до новых встреч.